Друзья, всем привет! С вами Анималити. На днях мне наконец удалось сходить в кино на новый крик, и благодаря связям в местном кинотеатре я смог даже отжать вот такой вот крутой постер. Фильм вызвал у меня неоднозначные впечатления. И вот, обдумав все увиденное денек-другой, я решил сделать этот видос. Погнали! Во-первых, следует начать с сюжета нового крика. Фильм, как мы и предполагали, открывается сценой нападения маньяка в маске на Тару Карпентер, младшую сестру главной героини. Но Гоустфейс не успевает ее убить, так как в последний момент подъезжает полиция. Чуть позднее мы узнаем, что Тару оставили в живых специально, чтобы выманить ее сестру, Саманту, которая уже давно уехала из Узбора и жила в Калифорнии. План сработал, и Саманта со своим парнем Ричи отправляются в родной город девушки. В этот момент нас знакомят с основными действующими лицами картины. Кроме Саманты и Ричи, это друзья Тары. Уэс, Эмбер, Лив, Чет и Минди. Давайте сразу поговорим о родословной ребят, то есть определим, как они связаны с героями первого фильма, так как это здесь важно в контексте сюжета. Первое. Саманта и Тары Карпентеры являются сводными сестрами. У них общая мать, но разные отцы. Это узнается в ходе сюжетного повествования. Также сюрпризом для всех, в том числе и для нас, становится то, что главная героиня фильма, Саманта, является дочерью Билли Лумиса. Убийца и по совместительству парня Сидни Прескотт в первом фильме. Эта информация очень негативно повлияла на психологическое состояние девушки, и она очень долго сидела на всяких веществах, что в итоге привело к тому, что периодически ей мерещится ее мертвый отец, Билли Лумис, в том виде, в котором он был в конце первого фильма, что странновато, конечно, учитывая, что его она в таком виде уж точно никогда не видела. Он периодически подкидывает ей советы и пытается заставить девушку побороть свои страхи перед убийцей и принять то, кем она является, то есть дочерью серийного маньяка. Так, в Грюк отца убеждают ее в необходимости дать отпор убийце. Уэс Хиггс, как я и предполагал в прошлом видео, является сыном теперь уже шерифа, Джуди Хиггс. Ее мы знаем по четвертому фильму. Наша теория про то, что Билли был его отцом, судя по всему, оказалась неверна. Хотя, кто знает, ведь папаню-парнишки тоже не показывают в этом фильме. Насчет Лив Маккензи никаких точных свидетельств в фильме нет, однако в комментариях к прошлому ролику заметили, что эта фамилия мелькала в первом фильме, поэтому можно считать, что Лив это дочь чек самых Маккензи из первой части. По крайней мере, это никак не опровергнуто. Чет и Минди Микс Мартины оказываются, как бы это странно не выглядело, детьми Марты, сестры Рэнди, которого убивают во второй части, как вы помните. Марту играет Хезер Матарадзе, чьи участия в фильме изначально скрывали, однако все это подтвердилось. Об этом я тоже говорил в прошлом видео. Ее мужа-отца и ее детей в фильме нам тоже не показывают. Единственные два персонажа, у которых нет видимых связей с оригиналом, это Ричи и Эмбер. Заранее скажу, что именно они и являются убийцами. Причем Эмбер вроде как была в любовных отношениях с Тарой, притворяясь лесбиянкой, а в конце выяснилось, что они были заодно с Ричи, и на почве общих интересов к фильмам ужасов и к убийствам стали еще и парой, тайной естественно, ну либо же Эмбер и Тара просто были очень близкими подругами, так как в фильме есть намеки на то, что Лес неоднократно подкатывал к Таре. В общем, тут тяжело разобраться. Вернемся к повествованию. После нападения на Тару, Гоустфейс нападает на Винца и убивает его. Кстати, его роль в фильме вообще непонятна. Ну то есть, Челик реально не нужен в этом фильме. Он появляется в паре сцен и просто умирает. Причем, если для обычного слэшера эта ситуация нормальная, то здесь это почему-то вызывает некоторые внутренние противоречия. Да, в Криках тоже полно филеров убийств, то есть условных сцен заглушек для увеличения количества жертв. Но убийство именно этого паренька кажется каким-то вообще бессмысленным. Он появился и тупо сразу пропал. Ну ладно. После этого маньяк, судя по всему, Ричи в маске, нападает на Сэм в больнице. Но по удачному стечению обстоятельств убить ее не удается. После этого Ричи и Саманта решают обратиться за помощью к одному из самых опытных людей в плане борьбы с маньяком в маске призрачного лица. К Дуфи. От первополномоченный Дуфи. Отлично, Дуфи. Ой, то есть к Дьюи. Он поначалу отказывается помочь, но по итогу соглашается, предварительно сообщив обо всем Гейл и Сидни. У последней, кстати, действительно много детей, мужа и все вроде хорошо. Поначалу она даже не собирается ехать на место происшествия и говорит, что ей эти проблемы нахрен больше не нужны. Что вполне логично, на мой взгляд. Дуфи встречается со всеми ребятами из основной шайки и рассказывает им основные правила франшизы. Грубо говоря, в том числе и то, что убийца – это один из этих ребят. Странно, что полиция в этот момент совершенно бездействует. Дальше следует сцена в доме у семейства Хиггс. Гостфейсу удается убить шерифа Джуди, а затем ее сыну Уэсса. Причем первое убийство происходит прямо среди белого дня на лужайке недалеко от дороги. Но да ладно. Дальше из важнейших сцен следует отметить приезд Гейл в город, ее брачные разборки с Дуфи и, конечно же, сцена нападения убийцы на Тару в больнице. Итогом этого стало не убийство Тары, что было бы логичнее, а гибель самого Дуфи, который решил погеройствовать и в соло пошел добивать маньяка. Охотно верим, что типок, которого несколько раз плотно сажали на нож, проявил такую смелость. Узнав о том, что Дуфи убили, в город наконец приезжает Сидни. Она пытается поговорить с Самантой и заставить ее пойти и убить убийцу. Но Саманта оказывается вполне рациональной и адекватной девушкой и решает, что надо брать свою еле живую сестру, парня и валить из города куда подальше, пока вас не порезали. И вот они все едут вместе и в итоге выясняется, что у Тары астма, а ингалятор из ее вещей куда-то пропал. Но по удачному стечению обстоятельств еще один ингалятор есть у Эмбер, с которой Тара якобы встречалась. Теперь самое важное. Эмбер живет в доме с Тью и как раз в этот момент там идет жесткая туса Джуса, которая как бы является поминками их друга Уэсса, убитого совсем недавно. Да. На этом празднике, естественно, все подбухивают, занимаются всякими непотребствами и в целом неплохо проводят время. Лив предлагает Чеду наконец заняться сексом, но тот отказывается, резонно подозревая ее в том, что она маньяк. Но согласитесь, ее выражение лица часто говорит об этом. Так или иначе, финальная сцена разворачивается в доме Эмбер, куда Саманта, Тара и Рича проезжают за ингалятором. Рич и Эмбер открывают свои личности, сильно ранят, но по итогу не убивают Чеда и Минди. В итоге, квартеты с четырех девушек Саманты, Тары, Сидни и Гейл одерживают очередную победу над маньяками, и фильм заканчивается на положительной ноте. Это если говорить вкратце о сюжете. То есть, можно сказать, что убийц по трейлеру мы все-таки отгадали. На Рича я указал точно, а на Эмбер как на одну из возможных его сообщниц. Теперь я попытаюсь высказать свое мнение по поводу картины. Впечатления остались очень противоречивыми. Крик – это уникальная франшиза. Пожалуй, это единственный слэшер, где центральную связующую роль играет не маньяк, а последняя девушка – Сидни Прескотт. Надо иметь это в виду, так как такой подход определил некоторые особенности франшизы в ее развитии. Итак, мне понравилось, что впервые акцент был смещен со стороны традиционной тройки франшизы из Сидни, Гейл и Дуфи, несмотря на то, что их лица самые большие на постере, к истории молодых ребят. В четвертом фильме, например, молодежь была лишь фоном, причем часто раздражающим. Тут она, несомненно, в центре, и она не раздражает. Очень большой плюс, по моему мнению, это подбор молодых актеров. Актер, игравший в Эсса, уже довольно известный молодой человек. Я лично знаю его по неплохому сериалу «13 причин почему» и очень крутому триллеру «Не дыши» 2016 года. Всем, кстати, рекомендую. Но особое почтение я бы хотел выразить в сторону актрис, которые играли Саманту и Эмбер. Мне очень понравилась Мелисса Баррера в роли новой последней девушки. И в целом мне понравился этот персонаж. За ней наблюдать было гораздо интереснее, чем за любым героем из старой гвардии, так скажем. Если у продюсеров есть планы по продолжению франшизы, то, очевидно, строить фундамент следует именно на основе этой героини. Ну и Майки Мэдисон, которая очень хорошо отыграла роль маньячки-психопатки Эмбер. Я бы не назвал обеих девушек выдающимися актрисами в данном фильме, но что-то в них есть, что в них наполнило исполняемые ими роли нужными качествами. Остальной каст в целом – ни рыба, ни мясо, как говорится. Многие актеры не так часто мелькали на экране, поэтому раздражали не сильно. Я считаю очень крутой идеей увязать кого-то из молодых героев с героями оригиналов. Саманта – дочь Билли Лумиса, и это, на мой взгляд, очень крутой поворот. Более того, цель убийц в «Пятом Крике» – именно Саманта, а не Сидни, Гейл или Дуфи, как это всегда было раньше. То есть речки теперь – это просто декорация. Очень сильно по ностальгическим чувствам бьет и возвращение нас в дом Стью Мейкера в финальном акте картины. В памяти очень легко проводятся параллели между первым и пятым фильмами. Отдельного упоминания заслуживает и мотив убийц. В комментариях под прошлым роликом его называли бредовым, но, как по мне, именно идеи и сложенные Эмбер и Рича в конце фильма, когда они объяснили, почему они решили убивать, отлично подходят для этой франшизы. Убийцы – жесткие фанаты фильмов ужасов и особенно франшизы «Удар ножом». Это вымышленная кинофраншиза, основанная на реальных, в кавычках, событиях фильма «Крик». Вы помните, что вторая часть начинается с похода первых жертв в кино на первую часть «Удара ножом». В третьем «Крике» события разворачиваются вокруг съемок третьей части «Удара ножом». К моменту событий четвертого «Крика» у этой фейковой франшизы было уже семь частей. О ней упоминается в фильме. Так вот, в пятом «Крике» уже существует восьмая часть «Удара ножом», которая, по словам героев фильма, является полным переосмыслением всей франшизы без прошлых героев, фишек и прочего, что фанаты этой франшизы посчитали плевком в лицо. Отход от канона так возмущил Рич и Эмбер, что они решились на массовые убийства, чтобы отдать продюсерам новый сюжет, перезагрузить франшизу и вернуть ее к оригиналу. И вот весь этот странный дичайший сюрреализм, на первый взгляд, кажется бредом, но он реально наилучшим образом вписывается в эту франшизу. Первые убийцы, Стью и Билли, убивали своих жертв, подражая маньякам и слэшеров. То есть мотивация маньяков, ну как по мне, придумана очень круто и может показаться высосанной из пальца людям, ну совершенно далеким от фанатского хоррор-сообщества. Кстати, Гоуст Фейс в металлической маске и с огнеметом появляется именно в ударе ножом 8. Как бы в самом Крике маньяк ходит только в традиционной одежде и маске. Тут надо отдать должное авторам трейлера, которые впихнули в него много кадров из фейкового фильма «Внутри Крика». Молодцы, очень многих ввели в заблуждение, ведь даже в ДБД есть эта хромированная маска. У фильма в целом приятная атмосфера, по итогу, общее впечатление, которое остается после просмотра, вполне даже положительное. Несмотря на большое количество косяков. Давайте теперь немного о них. Сразу, что бросается в глаза, это не очень качественный CGI в фильме. Да, его тут совсем мало, но все-таки. Я говорю конкретно о лице Билли Лумис в «Глюках Саманты». Его все так же играет Ски Тулерих, но с помощью графония его омолодили. Получилось, честно скажем, не очень хорошо. Хотя, если даже крупные студии с бюджетами в сотни миллионов на фильм не справляются с этим, то наезжать на малобюджетные слэшеры, пожалуй, не будем. Но это не самый главный минус фильма, да и вообще, в целом, все снято хорошо с технической точки зрения. С точки зрения раскадровки, построения кадра и всего прочего, что касается непосредственно визуала. Главные проблемы фильма, как всегда, лежат в плоскости логики и здравого смысла. Последнее, возможно, не важно для традиционного слэшера, но в таком фильме, как Рик, все должно быть максимально выверено, чтобы невозможно было придраться. Ведь это не просто слэшер, это триллер. Во всей франшизе в этом плане лучше других себя чувствует первый фильм. А вот начиная со второй части, Крик что-то начинает немного плыть. Но давайте по порядку. Для примера. Одна из нелогичностей бросается на нас в самом начале фильма. Мы видим, как Гоустфейс практически убивает Тару. В костюме, кстати, очевидно Эмбер. Но девушку спасает приехавшая полиция. Вопрос, как Эмбер удалось скрыться? Как бы сильно не затупили копы, такое на самом деле, ну просто невозможно. Что очень сильно бросается в глаза в этом фильме, это абсолютное бездействие полиции. Как будто еще от БЛМ протестов не отошли. То есть полиция в фильме не делает буквально ничего. Пытаются найти убийцу только сами подростки и Дуфи, а затем и Сидни и Ел. Полиция никого не проверяет, не допрашивает. Ее вообще в фильме как будто нет. Ну кроме шерифа Джуди Хиггс. Хотя по факту вычислить маньяка в маске можно было уже после первого нападения. Нужно лишь немного здравого смысла и умения вести хоть какие-нибудь расследования. Это главная проблема фильма. Я уже даже не говорю о сцене в больнице, где Дуфи буквально в упор расстрелял убийцу, а под маской снова была Эмбер. И никто не удосудился снять эту маску. Все как всегда, начиная со второй части, это тянется. Чего вы, блин, боитесь? Убийца в отключке, у вас пистолет. Это всегда дико подбешивало. Еще более странным кажется то, что Эмбер обычная девушка, не спортсменка. Просто берет и довольно легко в рукопашной схватке побеждает взрослого мужика. Да, именно она убивает Дуфи. И при этом с ней все нормально. Но ведь очевидно, что даже несмотря на бронежилет, выстрелы с такого расстояния не могут пройти бесследно. В некоторых случаях даже могут ломаться ребра от таких выстрелов. В общем, вот так. И в фильме очень полно таких моментов. То есть все происходящее кажется какой-то несуразной сказкой. Но с другой стороны, нет прямо дико глупых и бесячих моментов, которыми была наполнена четвертая часть. Она полное говно, на мой взгляд. Тот фильм раздражал прямо по полной. В целом, на выходе из кино впечатления остались довольно противоречивые. Но мне фильм скорее понравился, чем не понравился. Мне, например, зашла новая главная героиня. Надеюсь, в продолжении у нее будет интересная история. А продолжение, скорее всего, будет. Так как этот фильм, в отличие от четвертой части, является очень мягким перезапуском франшизы. Как это сделал, например, Хэллоуин 2018 года. И при бюджете в 24 миллиона долларов, фильм уже собрал больше 50. И я уверен, что ему вполне по силам приблизиться к отметке в 100 миллионов, что даст продюсерам явный сигнал о том, что франшизку еще можно подоить. Вот такие у меня мысли, друзья. А что вы думаете по поводу этого фильма? Пишите ваше мнение в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Больше интересного контента о ваших любимых хоррор-франшизах уже в дороге. Спасибо за просмотр и до скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!